Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Третьей Книги Царства. В прошлый раз мы достаточно подробно рассмотрели разные предметы, которые были в храме, которые обратили внимание, какое символическое значение они имеют. Сегодня мы будем говорить о внесении Ковчега Завета в Иерусалим, о том, как священники входят в освятилище. Но центральная часть 8 главы — это молитва царя Соломона. Мы прочитаем ее со вниманием, потому что она до сих пор читается при освящении каждого христианского храма и в католической традиции, в православной традиции, и отчасти в протестантской, она занимает особое место. Это общая христианская молитва и, естественно, в иудейской традиции, при освящении домов молитв, в синагогальных помещениях, они тоже прибегают к тексту этой молитвы. Итак, 8 глава Третьей Книги Царств. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, главпоколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести Ковчег Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона, и собрались к царю Соломону на праздник все израилетяне в месяце Афониме, который есть седьмой месяц. Имеется в виду, что храмовая гора тогда не считалась городом Давидовым, Собственно, городом Давидовым считалась гора Сион. Это та крепость, которая называлась Иерусалимом, где Давид сделал свою ставку, и где потом он был положен во гроб. Сейчас, конечно, и храмовая гора, и более значительная часть называется именно Иерусалимом, и так почитается представителями разных религий. И пришли все старейшины Израилевы и подняли священники Ковчег, и понесли Ковчег и Господень из Кинию собрания, и все священные вещи, которые были в Скинии, и несли их священники-левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшиеся к нему, шли перед Ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники Ковчег Завета Господня на место его в довир храма, во святая святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом Ковчега и покрывали херувимы сверху Ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что у головки шестов видны были святилища перед Девиром, но не выказывались наружу, а не там и до сего дня. В Ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Вот эта фраза, а не там и до сего дня, эти шесты, она свидетельствует о том, что когда писалась третья книга царств, храм еще стоял на месте, Ковчег завета стоял на месте, во святая святых и шесты занимали свое положение. Так что их края были видны. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило Дом Господень. То есть, когда внесли во святая святых, это закрытая часть, где херувимы как бы оберегали, охраняли это место. Оно отделялось завесы непроглядные. И когда священники вышли из святилища, облако наполнило Дом Господень, весь Дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. Конечно, Соломон отлично понимает, что небеса небес не могут вместить Господа, и в его молитве эта мысль будет отражена. Но вот то, что Бог видимым образом наполняет храм таинственным облаком, небеса как бы приближаются к земле, потому что каждый храм — это и есть отражение небес здесь, на земле. И священники от плотности этой благодати, они не могли даже двинуться с места. С другой стороны, страх Божий, конечно, парализовал их на какое-то время. «И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян». Все собрание израильтян стояло, то есть он выходит там, где воздушное место, и большая часть израильтян его видит, и он совершает благословение. Благословение совершалось, когда руки складывали вот таким образом, в знак жертвенного служения, которое должно умилостивить Бога. В христианской традиции благословение священника совершается таким перстосложением. Миряне совершают благословение таким образом и в старой русской традиции таким образом. И это священные знаки, которые уходят корнями к тем временам, когда священники двумя руками благословляли. В нашей христианской ситуации двумя руками благословение как бы от лица персвященника может преподавать каждый епископ церкви. Итак, Соломон благословляет народ. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. То есть, с одной стороны, он обращается как бы к народу, и в то же время он обращается к Богу. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал, благословен Господь Бог. А вот это Баруха, с нее начинаются многие еврейские молитвы. Баруха Ата Адонай Элокейну. Благословен Ты, Господь, Бог наш. Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею. Соломон не приписывает построение храма себе, он приписывает Господу, потому что в суе трудятся люди, если Господь не будет им помогать, споспешствовать. Он говорил, с того дня, то есть тут передаются слова Господа, с того дня, как я вывел народ мой, Израиля, из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, но избрал Иерусалим для пребывания в нем имени моего, и избрал Давида, чтобы быть ему, над народом моим, Израилем. У Давида, отца моего, то есть процитировав слова Господа, Соломон продолжает свою речь, он говорит, у Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева, но Господь сказал Давиду, отцу моему, «У тебя есть на сердце построить храм имени моему, хорошо, что это у тебя лежит на сердце, однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чесел твоих, он построит храм имени моему». Вот этот текст подтверждает, что Бог судит намерение наше. Господь говорит, хорошо, что у тебя на сердце есть вот такое желание построить храм, но ты его не построишь. Казалось бы, а почему же тогда это хорошо? Потому что Бог судит не только наши деяния, поступки, но и наши намерения. Вот это очень важный текст, который на это указывает. «И исполнил Господь слово свое, которое изрек». Соломон продолжает. «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилево, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской». Высший уже Соломон сказал, что храм, конечно, построил Господь, но здесь он говорит и об усилиях верующих, которые проявили покорность Богу и построили храм. Дело в том, что построение храма – это Божья заповедь. Бог дал несколько заповедей евреям, когда они входили в землю обетованную. Это заповедь прогнать семь народов Ханаана, истребить идолов, поставить над собой царя и построить храм. Поэтому это не просто их какая-то была прихоть, это были божественные митцвод, божественные заповеди, и сейчас они исполнили эту заповедь, они построили храм. И, как я часто объясняю, награда за исполнение любой заповеди – это возможность исполнить ее. И это было настоящее торжество и радость. «И стал Соломон преджертвенником Господнем впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу». Вот здесь возникает вопрос, а в каком качестве он, по сути дела, священно действует. Он не принадлежит Калину Левину, он принадлежит Калину Иудину. Он действует таким образом по праву пророка. С одной стороны, это главная сторона, и по праву помазанника Божия, каковыми являлись цари. «И сказал Господи Божий Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу». Вот это удивительная его молитва. Древним казалось, что на небе есть один Бог, на земле есть другой Бог, есть Бог преисподний. А Библия провозглашает, что есть один Бог, который наполняет собой небо и землю, и нет подобного ему ни на небе, ни на земле, ни в преисподней, нигде. Поэтому он и восклицает, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет милости к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим. Что значит «ходящие пред Богом всем сердцем своим»? То есть те, которые служат Богу из самой глубины своего сердца. Сердце — это мир чувств, которые надо, кстати, контролировать. Но сердце — это и тот мир чувств, его средоточение, где проявляется чувство любви. Радости и веселья, равно как и паники и страха. А служение Богу по книге «Второзаконие» принимается именно с любовью, именно с радостью и весельем. И кто служит Богу без любви, без радости и веселья, того Бог сгоняет с его земли. «Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим». А об уме человеческом сказано всеми помышлениями, всеми намерениями и так далее. «Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в сей день совершил рукой твоей». А что Бог говорил Давиду? Что свершилось в этот день? Бог говорил Давиду, «Ты не построишь храм, сын твой построит». И вот это слово исполнилось. «И ныне, Господи Божий Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав, не прекратиться у тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилевым, если только сыновья твои будут держаться пути своего, хотя предо мною, так, как ты ходил предо мною». «Ходя предо мною, как ты ходил предо мною». То есть Соломон умоляет Бога, чтобы в этот день Бог как бы повторил свидетельство о том, что потомок Давида не прекратится на престоле народа Божия. Но мы знаем, что династия Давида прекратилась, там и Хосмонейская династия была, там был и Ирод, и Думинянин, потом вообще были римские наместники, правители, там всякие прокураторы. Но Иисус Христос, Господь наш, Он из дома Давида, мы об этом уже говорили с вами, «И Он вознесся на небеса и воссел одесной Бога Отца воплоти не только как Бог, но и как потомок Давида. Таким образом, во Христе точно исполнилось это обетование, данное Давиду. И ныне, молится Соломон, «Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему». «Поистине Богу лежит на земле». Вот это то, о чем я говорил, Соломон построил храм на земле, но он понимает, что небеса небес не могут вместить Бога. «Поистине Богу лежит на земле». «Небо и небо небес не вмещают Тебя». «Небо и небо небес». То есть весь мир тварный, созданный Богом, конечно, он не может вместить Бога. «Тем менее сей храм, который я построил имени Твоему, но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи, Боже мой, Элокейну, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне, да будут очи Твои, отверстия на храм сей день и ночь, и на сие место, о котором Ты сказал, Мое имя будет там». То есть он понимает, что Бог наполняет собой небо и землю, он понимает, у него очень четкие монотеистические взгляды, теистические правильные взгляды, что небеса небес не вмещают в Бога, и этот храм – это символическое место присутствия в Боге, но он просит Бога, чтобы очи Господа были открыты, на всякого человека, который будет молиться на этом месте. Ведь это место было названо Авраамом, Ягвы Иры. Господь усмотрит, то есть усмотрит всякого умолящегося, кто будет молиться на этом месте. «Ты сказал, Мое имя будет там, услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте всем». То есть любой человек. Далее Соломон будет иметь в виду даже не евреев. «Услышь молитву раба твоего, царя, и народа твоего и его подданных, Израиля, когда они будут молиться на месте всем, услышь на месте обитания твоего, символического обитания, на небесах услышь и помилуй». Когда мы говорим, что Бог на небесах, не имеется в виду, что там земля круглая, и Бог наполняет собой всю Вселенную. Он на небе и на земле. Но здесь Соломон как бы говорит, даже с небес, с высоты небес, небеса тогда были недоступны для людей, непроходимы, не было никаких летающих аппаратов, и небеса воспринимались как место его большего обитания, скорее всего, если теистически грамотно говорить, потому что Бог наполняет собой все творение, а наша планета на краю нашей галактики это не самая большая галактика во Вселенной. «Услышь на месте обитания твоего, на небесах, то есть как бы два места обитания, на небесах, в этом храме, услышь и помилуй, да, ты превознесен над землей, у Давида земля подножия ног его. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся и дал клятвы, придут преджертвенник твой в храм сей, тогда ты услышишь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздай ему по правде его». Суды в храме совершались при помощи чудесных камней урим и тумим. Пересвященник носил нарамник, и вот эти камни были у пересвященника, и он мог разгадать любую головоломку, головоломку, я имею в виду какое-то запутанное дело. «Когда народ твой, Израиль, будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою». Вот здесь Библия подсказывает нам, в каком случае Господь дает победу над нами, тогда, когда мы согрешаем. «И когда они, то есть побежденные израилетяне, обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя всем храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего, Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал отцам их». Вот здесь пророчество о том, что они будут изгнаны с этой земли. Соломон как бы видит вавилонское пленение и видит римское пленение. «И возврати их в землю, которую ты дал отцам их». Кстати, процесс возвращения евреев в Израиль, он начался в 40-х годах, после Второй мировой войны. Можно сказать, на нашем веку. «Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешили перед тобою, и когда помолятся на месте всем и исповедуют имя твое и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего». Вот здесь разделение «рабов твоих и народа твоего». Возможно, имеется в виду «рабов твоих» — это правителей и народа твоего, то есть обычных людей. «Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие». То есть грех правителя может навлечь беду на землю и грех самого народа, тем более всего по творству грехам правителей. «Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его, в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет, от какого-либо человека во всем народе твоем, Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего. И помилуй, саделай, воздай каждому по путям его». И мы помним, как пророк Даниил молился из Вавилонского плена, открывая окна на Иерусалимский храм. «Саделай, воздай каждому по путям его, как ты усмотришь в сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Чтобы они боялись и тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал Отца наш». Оказывается, ничего сердца никому не понятно. Один Господь сердцеведец, один Он понимает нас. Но здесь такой парадокс интересный. Как бы храм, в самом начале его рассуждения, «Я построил для тебя дом». И в то же время очень часто Он говорит, место обитания твоего — это небеса, небеса. Услышь с небес. Таким образом, храм не принадлежит земле. Да, он построен на земле, но он является на самом деле небом на земле, превознесен над всем земным. Смотрите, далее говорится. «Если и иноплеменник», то есть не еврей, «который не от твоего народа Израиля придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом». Это произошло только в формате христианства, когда действительно разные народы услышали о имени великом. «И о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он», то есть иноземец, «и помолится у храма сего». То есть там была специальная площадка, где могли молиться иноверцы. «У храма сего услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое». Ну что еврейский народ сделал для того, чтобы все народы земли узнали имя Божие? У них запрещено проповедовать не евреям. А в формате христианства Христос перед Вознесением сказал апостолам, «Идите, проповедуйте всем народам, всем племенам, всем языкам». Израиль, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил. А Израиль избран, чтобы все народы земли знали имя твое, то есть Божие, чтобы боялись тебя, как сам израильский народ. Вот эту миссию они не выполнили. Они выполнили миссию, это написание книг Ветхого Завета и Нового Завета. «Когда выйдет народ твой на войну против врага своего, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму». Вычислить точно положение храма сложно, городу легче. Поэтому сказано, «Обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему», продолжает молиться Соломон. «Тогда услышь с неба», он обращается к Богу, «молитву их и приношение их, и сделай что подобно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы». Эти слова повторяет апостол Павел в послании к римлянам. «Все согрешили, все лишены правды Божьей, нет праведного ни одного». И в этом смысле Ветхий Завет тоже не испытывает иллюзий относительно человеческой греховности. «Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую». Вот как раз Вавилонское пленение — это близкое пленение, а римское было далеким. То есть Соломон видит ближайшее пленение, земля близкая, это Вавилон, и он видит дальнее пленение, римское, рассеяние, которое продолжается до сих пор. «Когда они в земле, в которой будут находиться, в плену, войдут в себя, то есть придут в себя, опомнятся, осознают, что это не результат какого-то там антисемитизма. Да, это грех — ненавидеть евреев за то, что они евреи. Но Библия учит, что наказание всегда следует только за то, что народ Божий перестает исполнять заповеди Бога. «Когда они в земле, в которой будут находиться, в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». То есть покаяние — это осознание своих грехов, своей греховности. что от темени головы до подушвы ног нету здорового места. Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам, их городу, который ты избрал, и к храму, и к храму, который я, продолжает молиться Соломон, построил имени твоему. Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. «И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним, ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи». И вот действительно гнев разных народов к евреям сменился на милость, особенно после Второй мировой войны, и сейчас во многих странах справедливо антисемитизм считается преступлением, расовым преступлением. Особенно для христиан недопустимы любые формы антисемитизма, потому что апостол Павел пишет, что мы, христиане, это дикая маслина, которая привита на место отпадших природных ветвей, поэтому нам надо не гордиться, но бояться, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, пощадит ли он нас? И здесь это предсказывается. А ведь отношение резко отрицательное к евреям продлится еще столетиями и столетиями после этой молитвы, и будут ненавидеть прежде всего за единобожие, за веру в одного Бога и отрицание других богов, потому что сами язычники признавали богов своих соседей и требовали от соседей того же самого. «Да будут уши твои и очи твои, и отверстие на молитву раба твоего и на молитву народа твоего, Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя, ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея раба твоего, когда вывел отцов наших из земли к владыка Господе». Здесь он говорит, что этот народ взят в удел, отделен. Отделен — это еврейское слово кадеш, которое означает святость. Отделенное или посвященное — это то, что не имеет права мараться, допускать какую-то нечистоту, как вот апостолы были отделены. И с отделенных своих Бог спрашивает значительно строже, чем с других людей, которые не были отделены. Поэтому еврейский народ до сих пор терпит разные проблемы. И христиане терпят разные проблемы. Потому что чем более высокое положение занимает человек в духовной иерархии, тем более строго с него спрашивается. Мы помним, что Моисей не вошел в землю обетованную, а Давид не смог выполнить мечту всей своей жизни. Он не построил храма. Сын его построил. Когда Соломон произнес все сие моления, он окончил это моление словами «Владыка Господи», по-еврейски это будет «Адонай Ашем», то есть «Адонай» это «Господин», «Хозяин», «Господь». Когда Соломон произнес все сие моления, и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня. Оказывается, все это время он молился на коленях и при освящении христианских храмов тоже допускается коленопреклонная молитва. Руки же его были распростерты к небу и стоя благословил все собрание израилетян громким голосом говоря «Благословен Господь Бог» «Баарух ата элогим» так будет по-еврейски «Который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея да будет с нами Господь Бог наш как был он с отцами нашими да не оставит нас да не покинет нас наклоняя к себе сердце наше чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его которые он заповедал отцам нашим то есть здесь он просит чтобы Бог наклонял свои сердца конечно у Бога нету сердца Бог есть дух имеется ввиду чтобы любовь Божия она не прекращалась но на самом деле Бог любит все свое творение и ни от кого не удаляется никому не приближается это мы своими грехами удаляемся от него или через покаяние и добрые дела приближаемся к нему но Библия разговаривает с нами на человеческом языке иначе бы многое нам было бы непонятно здесь Бог представляется как любящий творец который преклоняет свое сердце к своему народу как врач который стоит в постели больного он хочет услышать а как же бьется его сердце здорово ли оно да будут слова сии которыми я молился ныне пред Господом близки Господу Богу нашему день и ночь дабы он делал что потребно для раба своего и что потребно для народа своего то есть он просит для себя и для народа Израиля изо дня в день чтобы все народы познали что Господь есть Бог и нет кроме Его и мы знаем что самая главная заповедь когда однажды Иисус Христа спросили какая большая заповедь он сказал слушай Израиль Господь Бог то есть Господь Единый и вот эта же истина Адонай Эхат провозглашается здесь чтобы все народы познали что Господь есть Бог и нет кроме Его да будет сердце ваше вполне преданное Господу Богу нашему чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его как ныне оказывается это возможно если мы сердце свое предадим Господу то есть преданно будем служить Ему и далее мы читаем 62 стиха и ниже и царь и все израильтяне с ним принесли жертвы Господу после молитвы такой усердной приносятся жертвы и принес Соломон в мирную жертву мирная жертва это жертва которая приносится за весь народ и принес Соломон в мирную жертву которую принес он Господу 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота так осветили храм Господу царь и все сыны Израилевы вот эта очень интересная деталь оказывается не только царь освящал храм но своими молитвами простые люди которые поддерживали его молитву и в конце его молитвы наверняка все воскликнули омейн 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 аминь 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 то есть истина так в тот же день осветил царь среднюю часть двора который перед храмом Господнем совершив там всесожжение хлебное приношение и вознеся туг мирных жертв потому что медный жертвенник который пред Господом был мал для помещения всесожжения хлебного приношения и туг мирных жертв и уже окончание этой большой главы в которой 66 стихов мы читаем 65 и сделал Соломон в это время праздник и весь Израиль с ним большое собрание сошедшее от входа в Ямав до реки Египетской пред Господом Богом нашим и ели и пили и молились пред Господом Богом нашим у построенного храма семь дней и еще семь дней четырнадцать дней семь дней это полнота жизни здесь а еще семь дней это полнота жизни будущей храм обеспечивает людям не только счастье в этой земной жизни но и в вечной загробной жизни и читаем шестьдесят шестой стих на который у нас есть толкование беды достопочтенного восьмой день Соломон отпустил народ восьмой это вечная полнота и благословили царя и пошли в шатры свои радуясь и веселяяся в сердце о всем добром что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю конечно тут семь и семь это четырнадцать и по логике вещей надо было написать в пятнадцатый день отпустил однако к семьи прибавляется один день то есть он как бы им сказал вечность открывается перед нами день незакатный который начавшись уже никогда не прекратится то есть уже в этой земной жизни мы становимся причастниками вечной жизни семь и семь восьмой он отпустил посмотрим толкование беды достопочтенного на этот стих и благословили царя и пошли в шатры свои и Господь совершив дар воскресения отпускает избранных своих в их обители вечности он конечно не отстраняет их от своего присутствия но вводит их в места обитания в небесной отчизне после разделения на последнем суде оно согласно слову апостола как мы знаем произойдет в воздухе встреча с Господом в воздухе будет происходить так чтобы каждый обрел обитованное место в царстве соответственно своим заслугам а сказанное здесь что люди пошли в шатры свои относятся к тем шатрам о которых Господь говорит в Евангелии в доме отца мы его обители много вот почему число 8 беда продолжает хорошо сказано что люди отправились в шатры свои благословив царя ибо это единственное возможное и блаженнейшее дело обитателей небес петь гимны благодарение своему творцу то есть наш истинный царь это Бог так написано блажены живущие в доме твоем они непрестанно будут восхвалять тебя и вот тот же пророк исполнил 7 псалмов словословием хвалы Богу кроме того в 8 псалме в конце псалтыри здесь о псалмах Давида он благословляя Господа упоминает победу в схватке в которой сразил великана то есть галиафа образ дьявола этим он ясно указывает на то что все одолевающие злого врага в сражениях здесь воспоют хвалы своему создателю и пособнику там где возымеется истинное упокоение в небесном царстве 8 дня и благословил и благословили царя и пошли в шатры свои радуясь и веселясь сердце своем добром что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю праведники действительно с радостью идут в их обители на небесах в силу добра который принимают от Господа потому что каковы бы ни были тяготы века сего как бы долго не тянулись они все кажется краткосрочным и легким когда кончается вечным блаженством потому надлежит возлюбленное в строительстве дома Господня каждому из нас насколько по силам проявлять настойчивость в ободрении прошение назидание и усердие в благочестии дабы царь небесный увидев чью-то праздность при строительстве храма его не выбросил его с великого торжества во время освящения то есть во время будущего освящения когда будет новое небо новая земля новый Иерусалим город сходящий от Бога субтитры субтитры Продолжение следует...